13.06 в Кирове. Начинается программа «Массовые мнения». Я Анна Лапшина приветствую наших слушателей и говорю здравствуйте нашему гостю Роману Титову, вице-спикеру ОЗС и сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта. Роман, добрый день. Добрый день. Наконец-то весна. И пусть наша весна умолчена не сильно радостными событиями последних недель, но всё же это весна и движемся в будущее. Ну, ещё бы была она чуть почище весна, потому что машина, честно говоря, такое ощущение, что каждый день надо мыть. Не знаю. Я надеюсь на изменения следующего года, поскольку этой зимой впервые на кировских дорогах был испытан новый реагент химический. То есть не песок и не соль. Не песок и дай бог. Но эти события начали происходить уже тогда, когда песок был закуплен, там все эти испытания. Надеюсь, что в планах закупок на следующий год будет больше нормальных реагентов. Дороги после них будут очищаться, как того требует норматив, чтобы сырости не было. И дай бог, следующую весну мы встретим не в такой грязи. Будем надеяться. В этой пленарке депутаты присвоили Николаю Липатникову звание почётного гражданина области. Я считал в интернете, что сейчас он получит полтора миллиона единовременно, а потом каждый месяц ещё по 90 тысяч доплаты к пенсии. Не считаете ли вы, что это слишком при нашем бюджете? Конечно, я считаю, что это слишком при нашем бюджете. Именно поэтому таких выплат Николай Михайлович Липатников не получит. Действительно, ситуация информационная развивается в течение последних суток. Появился вброс в ряде телеграм-каналов. Затем уважаемый, наверное, Сергей Павлович Мамаев на своём сайте разразился постом про... Древной тирадой. Тирадой про варягов, которые олигарху, извините, Николаю Михайловичу Липатникову платят 1 миллион рублей выплаты. На самом деле всё не так. Либо по простой ошибке, либо в силу какого-то умысла, уважаемые источники вот этого вброса, они взяли за основу старый закон Кировской области 95-го года. Первый, тот самый, который вначале установил статус почётного гражданина Кировской области, действительно устанавливались выплаты в размере, ну, таких немалых минималок, и сумма натекала изрядно. Но мы вспоминаем, что в 95-м году были иные совершенно деньги, да, и ценности. Конечно, и минималка была иная. Суть в том, что закон-то с того момента менялся пять раз. И если открыть, ну, в любой правовой системе, я сегодня пробовал консультанты-гарант, например, то выходит, что вот это не действующая редакция закона. Действующая редакция закона, которую депутаты поправили ещё в 2008 году, предусматривается, что Николай Михайлович Епатников, на мой взгляд, на этот момент достойный от призвания, получит в качестве льгот, первое, возможность посещать концерты, которые устраивают органы местного самоправления, органы государственной власти, бесплатно. То есть это все концерты, которые подведомственны нашему министерству культуры? Ну, по большому счёту, да. Права на бесплатный проезд у Николая Михайловича не будет. У него будет единовременная выплата в размере 28 с небольшим тысяч рублей, что, мне кажется, для почётного гражданина Кировской области, а это звание долгий год не присваилось, мягко говоря, маленькая сумма. И месячная доплата к пенсии Николая Михайловича составит порядка 5750 рублей, что отнюдь не 94 тысячи, о которых последние сутки только и трубят. Поэтому, товарищи, проверяйте всегда информацию, не верите фейкам. В общем, мы в любом случае за Николая Михайловича рады. Финансовые какие-то вещи, может быть, ну, кого-то обижают, я не знаю, да, но в конце концов, ведь никто же людям не запрещает, да, вот в течение жизни, ну, как-то нарабатывать. Это этничный случай. У нас почётные граждане, вот, по пальцам обеих рук, точное число не назовут, но в правительстве есть отдельный стенд по почётным гражданам, это очень небольшое количество, это тот же Крупин, например, там, уважаемый человек, замечательный писатель. То есть это очень редкое событие, и то, что Николай Михайлович в честь 25-летия основания торгово-промышленной палаты, которая до сих пор является одной из лучших страны, получил это звание, кстати, у него было огромное количество рекомендаций, порядка 250 организаций вписались в тему по присвоению липатникового звания, то есть люди оценивают. Я считаю, он этого звания достоин. И вопрос не в компенсациях, а вопрос просто в уважении и в возможности вписать имя этого человека в историю нашей Кировской области. Я считаю, он этого места достоин. Ну, ещё, в общем, не очень понятно, конечно, кто вбрасывает информацию про полтора миллиона и 90 тысяч доплаты, и зачем это делается. Понятия не имею. Хорошо, на вопрос Ивана мы ответили, Роман Тятов, вице-спикер областного законодательного собрания, напоминаю, в нашем эфире. Мы переходим к нашим темам. Ну, было достаточно большое твоё интервью в рамках такого профильного материала на портале «Свой Кировский». Касается интервью новой схемы обращения с коммунальными бытовыми отходами. И мы все, конечно, наших граждан готовим, в силу своих возможностей все журналисты. Но, тем не менее, как ты сказал, вот сейчас перед стартом программы всё равно увеличение сумм в платёжках будет для кировчан сюрпризом. Ну, вот давай попробуем немножко сгладить какие-то неприятные там, да, неожиданности, возможно. Вот, по крайней мере, пусть люди будут готовы хотя бы морально. Что нас ждёт? Из какого примерного времени? Смотрите, во-первых, это не инициатива региона, это требование федерального закона, который был принят даже в 2014 году. Этот закон изменил целый ряд нормативных наук, в том числе и жилищный кодекс. Если сегодня гражданин вправе заключать или не заключать, ну, например, живя в частном секторе договор на вывоз отходов, то с 1 января 2019 года должны пройти два процесса. Региональный оператор процедуры отбора, которая сейчас происходит, должен предложить всем гражданам, проживающим на веренной территории, то есть Кировская область, заключить договоры на вывоз, сборы, вывоз ТБО. Органы местного управления обязаны установить в каждой деревне отдалённой, организовать контейнерные площадки, установить бачки. И, соответственно, с 1 января люди не просто должны, а не обязаны. Жилищный кодекс не предусматривает возможности отказаться от этого. Они обязаны платить плату за вывоз ТБО. То есть самый большой проблемный вопрос, о котором я уже на последнюю неделю говорю, это то, что на сегодняшний день система сбора охватывает менее половины населения Кировской области. Поэтому перед тем же рекоператором стоит амбициозная задача этот сбор наладить, организовать, чтобы эти контейнеры появились в каждой деревне, чтобы люди не платили. Этого не может быть, да, что когда человек платит за услуг, которые не оказывают, чтобы появилось везде, и люди знали, за что они платят. Платить? Платить сколько мы будем? Пока установлены лишь предельные максимальные размеры тарифов. Они будут снижены или они будут такими? Они точно не будут ниже. По опыту других регионов эти тарифы снижаются до, ну, скажем так, процентов на 40 они точно снижаются. Эти тарифы, ставки были заложены в конкурсную документацию по отбору рекоператора. Это для Кирова 156 рублей в месяц человека, по району области 130 рублей в месяц человека. Вот буквально вчера смотрел опыт Ставропольского края, там эта плата где-то на уровне 90-100 рублей. Вот точную цифру не запомнил, но она, мягко говоря, ниже становится в месяц, да, с человека. Но здесь важный момент, который на этой неделе мы обсуждали с членами, с представителями областного правительства, поскольку я обратил их внимание на то, что мы сегодня платим уже за мусор, составив платы за содержание общего имущества. То есть мы платим, ну, по-разному, там, от 17 с небольшим рублей, с квадратного метра до, там, больших цифр. То есть эти деньги идут управляющие компании, она заказывает контейнер, она оплачивает их вывоз. Вот очень важно, чтобы после 1 января следующего года плата за содержание общего имущества уменьшилась, потому что мы же будем платить сами, мы будем платить отдельно. Зачем эти деньги управляющим компаниям? Они эту функцию уже выполнять не будут. Мы людям должны пояснить, что платить они будут с человека, а уменьшится плата, если уменьшится, конечно, она уменьшится с квадратного метра. Суммы будут разные. Да. Конечно, есть сомнения, которые в том числе мои коллеги высказывают, сомнения, ну, частично обоснованные, что люди не будут платить, это так, потому что по опыту других регионов... А там будет отдельная какая-то кредитация? Да, это отдельная кредитация, да. По опыту других регионов, где уже рекоператор отобран, кассовый разрыв у города составляет 6 месяцев, то есть собираемость 50%, по селу год. То есть это похуже, мягко говоря, чем у нас было на старте программы капитального ремонта на квартирных домах. Но, помню, тогда все вписались в разъяснительную работу, начали работать с людьми, и я, собственно говоря, к этому призываю сегодня. Сегодня уже людям, а часто даже главам районов, и уж точно главам поселений, надо разъяснять, что с их территорией будет происходить. Они должны с людьми работать. Поэтому, вот, что еще изменится? Людям станет невыгодно выкидывать мусор за околицу, в леса и куда бы то ни было. Почему? Потому что ты платишь за то, что у тебя его забирают и вывозят. Зачем тебе засорять чужие территории? То есть у тебя обязаны его забрать и вывозить. Роман, вот я не верю в сознательность наших граждан, в то, что люди, приехав в лес на пикничок, будут собирать весь мусор в сумочку и везти его обратно домой. Нет, нет, я не про это. Я про то, что сегодня, например, ну, давайте пример, там, Даровской район. Так? Ни одной специализированной организации по мусору нет, берут, вывозят в лес. Смысла в этом не будет. Я поняла, это централизованно происходит, а они часто говорят. То есть если будет централизован сбор, зачем это выкидывать куда-то, куда бы то ни было. Конечно, от бутылочек и прочего-прочего мы не избавимся от мусора, но там хитрая тоже вещь, за это будут отвечать, там, де-факто органы местного самоправления. Почему? Потому что рекоператор обязан будет выявлять места незаконных свалок, требовать от собственников земли их ликвидации. Ежели это не делается, он ликвидает это сам, выставляет в судебном порядке счет собственникам земли. За ликвидацию. За ликвидацию. То есть органам местного самоправления придется начать бдеть за этими незаконными свалками. И не раз в году по весне, когда общественность бьет тревогу, а делать это постоянно. Конечно, будут сбои, конечно, система запускаться будет тяжело. Это связано с тем, что в Кировской области не нашлось внешних желающих зайти на конкурс рекоператора. Рекоператор только один у нас, как говорится. Сейчас Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба общероссийского народного фронта. Я прошу прощения, буквально полминуты пауза и вернемся. Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Нашей студии по-прежнему мы продолжаем. Мы говорим про новую схему обращения с твердыми, и не только твердыми, а коммунальными отходами. Да, Роман, на этом остановились? Мы остановились на том, что, к сожалению, в Кировской области не появилось большого количества, да вообще не появилось внешних инвесторов, которые готовы вкладывать средства, которые готовы заходить на роль регионального оператора. Конкурс у нас был, заявился на конкурс только один участник, это компания Куприт, я правильно понимаю, да? Вот, компания САХ, про которую, собственно, ну, ходили разговоры, что тоже будет заявляться, почему-то на конкурс не зашла, иногородних участников не было. Конкурс, я так понимаю, признали несостоявшимся, но компания Куприт, тем не менее, сохраняет шансы. Сохраняет шансы, следующий этап будет 6 апреля, я думаю, тогда уже можно будет говорить про итоги, потому что пока анализируется вся ли документация, представленная в соответствии с требованиями конкурса. Действительно заявилась только организация Куприт, это акционерка, у которой более 60% собственности муниципального образования город Киров. Городская компания, которую хотели приватизировать, кстати говоря, некоторое время назад, но потом отбежали, отступили. И вот я, на самом деле, очень сложно и противоречиво оцениваю факт захода Куприта на региональный оператор. Поясню, в силу чего. Учредителям Куприта в ближайшее время придется решить сразу несколько серьезнейших финансовых и организационных проблем. Первая организационная проблема, Куприта есть свой полигон, по которому надо будет проводить в ближайшее уже время рекультивацию. До конца года, по-моему, он емкость его, да? Да, да, да. А после этого надо проводить рекультивацию, стоимость где-то от 80 миллионов рублей. Для того, чтобы не повторилась никакой нехорошей историей, скажем так. Мы сейчас на Волоколамске намекаем. В том числе. То есть необходимо провести мероприятие по полноценному закрытию полигона и по решению вопросов с его будущим стабильным состоянием. Дальше. Про кассовый разрыв рекоператора мы уже поговорили. Необходим механизм финансирования этого кассового разрыва, потому что у нас такие... Непонятно, где будет предприятие брать деньги на деятельность текущую, если собираемости взносов не будет, да? Конечно, конечно. Плюс есть обязанность предприятия, ну, рекоператор рассчитываться с операторами с тем, кто на местах мусор возит. У кого есть полигоны? Два раза в месяц рекоператор обязан рассчитываться. То есть финансовый оборот нужен. Я, конечно, с чем согласен и что считаю плюсом, это то, что есть муниципальный, хотя бы там, пусть не областной, но муниципальный контроль за региональным оператором. Но, еще раз повторю, необходимо будет решить огромное количество технических, организационных, а самое главное финансовых проблем, и буду надеяться, что эти проблемы будут решаться. Грубо говоря, если бы организация была приватизирована, то, наверное, эти проблемы решал бы какой-то частный инвестор. Сейчас эти проблемы будет решать в том числе администрация города Кира, являющаяся ключевым акционером предприятия. Я правильно понимаю, что пока никаких встреч с руководством предприятия, администрацией города по этому поводу не было? Ну, я не могу такого сказать, я в этом не участвовал раз в этих встречах, в конкурсной комиссии по отбору рекоператора я участвую, и следующее свидание будет 6-го числа. Хорошо, 6 апреля, ждем, значит, итогов, и еще один такой небольшой вопрос. В свое время, когда говорилось о том, что региональным оператором, возможно, будет САХ, в общем-то, логично достаточно это выглядело, потому что САХ является инвестором полигона, строящегося полигона Восинца, правильно? И вообще говорят, что по опыту про регионов других это достаточно удобно, когда один оператор и занимается вывозом мусора и обслуживанием полигона. Что будет сейчас? Как они будут находить между собой общий язык и вообще САХ там не соберется ли отказаться от полигона в том числе? Я предположу, что не соберется, слишком много средств вложено в этот объект, и более того, Куприту со своим полигоном достаточно небольшой вместимости, остаточной, с объемами Кирова не справится. Куприт на сегодня берет на себя только объемы Нововятска и частично Кирово-Чепецкого района. Ну, плюс рекультивация, да? Плюс минус, да, плюс рекультивация. Поэтому, да, а как они будут работать, они будут совершенно в рамках закона, потому что все, кому сегодня полигоны легальные принадлежат, это будут операторы. Де-факто даже не надо будет присваивать этот статус, 1 вяля это будет оператор. С ними рекоператор заключает договоры и платит им два раза в месяц за захоронение, за использование, за, не знаю, сортировку, потому что уже сейчас точно понятно, что вблизи осенцов появится сортировка, и весь цикл мусора будет проходить сортировку. То есть, поэтому отношения здесь совершенно нормальные, и я не думаю, что здесь будут какие-то конфликтные ситуации. Здесь, я говорю, скорее вопрос там не к САХА, а вот к тому, как Куприт будет работать в роли регионального оператора. Хочется пожелать всего самого наилучшего, поскольку руководство Куприта знаю отлично, это люди, которые, ну, много лет в теме, и хочется, чтобы все получилось. Ну, дай бог. В общем, ждем 6 апреля, еще раз напоминаю, да, какие-то будут новости после этой даты. Переходим к следующей нашей теме. Я бы хотела, конечно, вернуться к событиям трагичным, о которых ты говорил в начале программы, это история, трагическая история в Кемерово, сгоревшим торговым центром Зимнего Вишня, большим количеством погибших, в том числе детей, после которой, ну, все предполагали, что этим закончится, да, начались по всей стране массовые проверки торговых центров, и новости, конечно, пугающие совершенно про то, что кировские торговые центры одни из худших в Приволжском федеральном округе в смысле безопасности, и только один торговый центр не вызвал нареканий проверяющих, ну, таких серьезных, да, когда пошли эти проверки, это Леруа Мерлен, вот, а до этого там проверили 17 центров, правда, не называется там, значит, их, ну, непринадлежности, не что это за торговые центры, но говорят, что 8 из этих 17 торговых центров вообще рекомендовано закрыться до устранения всех нарушений, то есть нарушения серьезные. Я так понимаю, что сейчас вопрос пожарной безопасности будет касаться не только торговых центров, но и всех остальных объектов с массовым пребыванием людей, в том числе социальных объектов, больниц, школ, детских садов, всего остального, или нет? Да, проверки уже идут по всем сферам, точно идут по сфере образования, здравоохранения, но смотрите, вот на чем хотелось бы акцентировать внимание, на том, что в местах социальной сферы, в детских садах, в торговых центрах мы с вами пребываем непостоянно, но по месту жительства мы находимся, ну, наверное, немалую часть нашего времени, и вот как-то за хайпом, к сожалению, там это слово приходится использовать, Ну, поясним сейчас, да, людям, что это? Это, скажем так, информационная волна, когда все пытаются присоединиться, к сожалению, там, к трагедии, сказать свое веское слово. Мы выпускаем реально важную проблему, решения которой на территории муниципального образования города Киров нет до сих пор. Это безопасность наших с вами жилищ, безопасность наших с вами домов. Дело в том, что сегодня, уже в течение длительного времени, органы пожарнодзора исключены из числа органов, которые принимают объекты. То есть, если вы считаете, что комиссия, вводя дом в эксплуатацию, в ней обязательно есть представители пожара, конечно, нет. Теперь нет? Нет. И давно? Дальше. У нас в Кирове есть ряд ситуаций, когда, ну, к примеру, стоит в первую очередь строительство микрорайона «Чистые пруды». В первую очередь строительство обязательно должны строиться объекты пожарной безопасности. В «Чистых прудах» в первую очередь было запланировано строительство пожарного депо, которое не построено до сей поры. У нас этот микрорайон находится, это я официально говорю, вне нормативного времени прибытия пожарных дружин. Раз. У нас при выдаче разрешения строительства не учитываются требования целого ряда стандартов по обеспечению участков для строительства резервными мощностями для воды. Там дальше, как бы, я скажу, еще веселее, к сожалению. Подожди, подожди, давайте тогда на этом. Все-таки, Роман, да, по поводу мощности и всего остального все-таки более подробно. То есть я правильно понимаю, что там нет пожарных гидрантов или они есть, но мощность напора воды, условно говоря, не позволяет тушить пожар где-то на верхних этажах? Это примитивно очень, конечно. В том числе. Да, сегодня строится большое количество высотных зданий. Есть проектные решения. Часто это типовые проектные решения. Испытания этих пожарных систем органы пожарного надзора на этапе приемки дома в эксплуатацию право не имеют просто проводить. Первая проверка может быть инициирована спустя три года после ввода объекта в эксплуатацию. Ну, к примеру, вышли, выдали предписание. Эти предписания устраняются по Кировской области крайне медленно. Это официальная цифра, это официальная статистика, которая, ну, до сего момента она не придавалась кому-то публичному посмотреть. А жилой дом, это не торговый центр, его не закроешь. Да. Предписание удаляется в течение многих лет. И вас может успокоить, что у вас в подъезде есть пожарные гидранты и даже шланги смотаны в щитках. И смонтированы специальные сухотрубники, по которым должна подаваться вода. Но кто испытывал пожарные насосы, которые подают эту воду? Кто испытывал, сработают ли эти насосы при тех мощностях резервных воды, которые, ну, например, в 8 часов вечера максимальное потребление воды. Сработают ли эти мощности и подадут ли они эту воду? Почему этот вопрос такой серьезный? Потому что, вот, давайте посмотрим, какая техника пожарная у нас есть в Кирове. Есть автолестница АЛ-60, до 17 этажей может подниматься. Одна. На весь город? Да. Есть достаточно немалое количество цистерн АЦ-40, которые могут поднимать воду на 10-12 этажей. Но для того, чтобы поднимать на высоту больше 30 метров, 12 этажка 36 метров, необходима резервная емкость и мотопомпа. Одна резервная емкость, одна мотопомпа на город Киров. Это официальная информация. Есть цистерны, которые могут подавать воду до 20 этажа. Их две. Одна в Нововятске, вторая на Щерсе. Но это достаточно далеко. Ну, окей. К примеру, эта техника есть. Она прибывает на место. Что происходит? У нас за органами местного самоправления и за управляющей компанией закреплена обязанность содержать дворы в надлежащем состоянии, в том числе разворотные площадки. Они сделаны не для того, чтобы мы там прекрасно разворачивались, а в дворе они сделаны для размещения пожарной техники. Это крупные машины, которые въезжают во двор, им надо место. Вот в любом дворе вы увидите, что в повороте стоят машины. Никто не выполняет обязанности по расчистке. Я прошу прощения, я была в чистых прудах зимой на машине, и мне было страшно. То есть я боялась, что я на своей не очень большой габаритной машине не проеду, не зацепив кого-то. Есть районы в Кирове, есть целые районы, которые не способны взять, обеспечить необходимый объем воды для тушения пожаров серьезных. Но это не только о чистых прудах идет речь. Не только. У нас застройщики многие грешат и высотными домами. Честно говоря, я сейчас собираю всю фактуру, которая есть, которую мне мои эксперты предлагают. Я буду готовить, во-первых, серьезную встречу с Вячеславовичем Шульгиным. Я думаю, что здесь это общее дело. Это общее дело, чтобы разрешение на ввод домов высотных, где нет необходимых систем пожаротушения, они не давались. Я считаю, необходимо инициировать проверки систем пожаротушения в существующих домах. У нас не та ситуация, чтобы дальше позволять... Хотя бы высотных. Хотя бы высотных, да. Конечно, дело касается именно высотных домов. И вот это та ситуация, в которой не скажешь, что органы госпожнадзора молчат, потому что обращения идут. Но, я думаю, надо акцентировать внимание на том, что речь идет о безопасности каждого жителя многоквартирных высотных домов. Еще раз повторюсь, то, что я говорю, это официальная информация. У меня есть все подтверждающие сведения. И этим надо заниматься точно так же, как надо заниматься безопасностью торговых центров. К сожалению, хочется, точнее, не к сожалению, хочется, чтобы руководство города учитывало текущую ситуацию, сложную, учитывало опыт предыдущих лет, в том, чтобы это просто опытно повторять, эту ситуацию разруливать. Жители должны знать, что они точно живут в безопасных домах. Потому что мы понимаем этой техникой, мы высоко не залезем. Мы сейчас еще вернемся немножко, договорим про пожарную безопасность. Вице-спикер УЗС Аман Цитоп в нашем эфире. Две минуты рекламы и продолжим. Продолжаем с Романом Титовым обсуждать тему противопожарной безопасности. Говорим о нашем жилищном строительстве, жилищной застройке, которая, как выяснилось, не предусмотрена для успешной эвакуации людей в случае какой-то трагической... Во всяком случае, есть основания усомниться в успешности этих действий. То есть, мне не хотелось бы сгущать краски, но хотелось бы быть уверенным в том, что наши дома на квартире, они безопасны. Для этого нужны серьезные проверки. Лестница до 17 этажа. Все-таки я бы хотела спросить, возможности какие-то есть приобрести какую-то технику, которая предусмотрена для эвакуации людей с 25 этажа, 30 этажа? Ну вот, они же строятся, высотные здания, в том числе в Москве. Как там выходит из положения? Нам решает этот вопрос, то есть, смотрите, во-первых, есть требования, которые предусматривают, что не должно даваться разрешение на строительство домов, высотность которых превышает имеющиеся возможности пожарной техники. Это разрешение может даваться, если есть система пожаротушения автономного, которая может решить эту проблему. Но вопрос в том, что органы госпожанодзора не имеют права эти системы проверять на стадии города. Да, поэтому есть очевидная лакуна, в том числе и в федеральном законодательстве. Это не беда только Кирова, но меня касаются, прежде всего, проблемы Кировской области, поэтому я эти вопросы поднимаю. Как-то на местном уровне возможно решить историю? Я считаю, что, во-первых, застройщики, которые дали согласие на строительство больших районов и предусмотрели там проект, извините, строительство пожарного депо, должны свои обязанности выполнить. У нас должно быть нормативное время прибытия пожарной техники до объекта. А представьте, не дай бог, да, чистые пруды. Через узкое горлышко с улицы Комсомольской, с Комсомольской площади техника поедет туда. Вот просто. Поэтому пожарное депо... Еще доехать должно. Пожарное депо там должно появиться. Это обязанность, это не хотелка. Точно должны быть необходимы, оборудованы некие дополнительные пункты, то есть отремонтированы существующие пожарные части, в том числе и части муниципалитета. Должны быть оборудованы пункты хранения техники на расстоянии, пусть это не пожарная часть полноценная, но там резервная техника, которая на расстоянии до, ну, скажем так, ключевых районов новостроя. И уж точно должны быть проверены на способные все пожарные гидранты. Потому что действительно ведь складывается ситуация, в микрорайон строится, а там гидрантов-то просто нет. А мы же понимаем, что запас воды в пожарной машине, он за считанные десятки секунд уходит, а дальше необходимо питание через гидрант. И непонятно куда подключать. Конечно. Роман Титов, вице-спикер ОЗС в нашей студии. Мы продолжаем. Еще несколько тем, я надеюсь, что мы успеем. Ну, к теме приезда московских архитекторов и подготовки Кирова к 650-летию мы еще поговорим. Вот, а я бы хотела все-таки сначала про транспортную доступность тебя спросить, потому что в очередной раз приходят печальные достаточно новости, как мне кажется. Росавиация порекомендовала саратовским авиалиниям одному из переводчиков, работавших на направлении Киров-Москва и на южных рейсах, да, соединяющих Киров с нашими курортами российскими, прекратить деятельность как авиакомпании. То есть вот, пожалуйста, обслуживайте саратовский аэропорт, вот, а с воздушных перевозок уходите. Пока наш аэропорт Победилова как-то странно комментирует эту историю, то есть они говорят, что приостановлены рейсы в Москву, но саратовские авиалинии продолжают выполнять рейсы в Петербург, и в летнем расписании аэропорта присутствуют рейсы в южном направлении. Но мне кажется как-то, что вот Росавиация, если сказала, так, наверное, они все-таки добьются своего. Что мы будем делать с южными рейсами, и вообще какое-то решение проблемы есть, потому что у нас на южных рейсах, судя по расписанию, тогда останется только ИЖАВИА. Тоже не самая великая выдающаяся компания Российской Федерации, к сожалению. Мне кажется, вот смотрите, во-первых, вопрос по транспортной доступности, по перевозкам у нас будет в рамках контрольных вопросов на следующей сессии ЗАГС Собрания рассматриваться. Это когда? Это конец апреля. Мы планировали акцент сделать на перевозке в районах области, потому что там непростая ситуация. Готовим садоклад как раз совместно с представителями муниципалитетов, свою информацию формируем, формируем предложение, как все же спасти перевозки в районах. Разные есть способы, истемы. Я так понимаю, что там вообще из города в город добраться невозможно, ничего не ходит, кроме части. Есть районы, где легальных перевозчиков просто нет, не осталось. Но вот с учетом последних событий по авиаперевозкам, я думаю, что мы отдельный акцент сделаем как раз на авиасообщении. Честно говоря, мне бы хотелось, я считаю даже, не хотелось бы необходимым это сделать, что руководство как Минтранса областного, так и аэропорта Победилова должно представить нам некую стратегию. Куда они дальше идут? Ну, вчера вот была новость о том, что хотят увеличить доходы Победилова за счет дополнительных услуг. Правда, не очень понятно, кому их будут оказывать. За счет обслуживания авиапарка. Нет, вот понимаете, там любое действие, оно должно быть частью какой-то стратегии, куда мы движемся. Хотелось бы узнать реально, куда мы идем. Как-то вопрос этот по Победилову выпал из внимания, но с учетом того, что в бюджете, поправка, которую мы приняли, там были средства на аэропорт, я думаю, что надо поднимать вопросы о расходе этих средств и о том, когда же наконец-то Победилова у нас выйдет на безубыточный. Да и, честно говоря, это шут с ней с безубыточностью, когда в Москву можно будет снова нормально летать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что этот ответ должны дать органы исполнительной власти, тем более, что запрос на этот ответ, он у людей есть. Очевидно, что это одна из самых обсуждаемых тем, особенно в преддверии летнего сезона перелетов. И здесь, мне кажется, не надо упираться в одну лишь Победу, как часто делают, потому что перевозчиков, вменяемых, адекватных с новым авиапарком, их не один на территории Российской Федерации. А вот большинство наших гостей говорят, что только Победа может по небольшим достаточно ценам на билеты возить. И вот уровень качества перевозки... Победа точно не единственный дискаунтер на российском. Не единственный дискаунтер. Кто еще? Я бы на скидку не словил, не единственный, точно. Я знаю, что по минимальным ценам без багажа возит компания С-7, например. Тоже на шансе есть компания. У С-7, по-моему, есть дочка, которая как раз занимается такими недорогими перевозками. Надо вести переговоры со всеми, у кого есть хороший авиапарк и кто готов перевозить. Потому что я на самолетах авиакомпании с желтыми самолетами летел прошлым летом. Больше я этого не совершал. А потом, к сожалению, так получилось, что этот самый самолет разбился. Мне просто тяжело говорить, потому что я был на этом борту, я видел этих людей. У всех, кто летал этим бортом, конечно, ощущения такие, мурашки по коже, и, конечно, очень страшно. Ты понимаешь, что в любой момент это может случиться. Это может случиться на самом деле с любой авиакомпанией. И с любым самолетом. С любым самолетом. Мы понимаем, что и Саратовские авиалинии, и Победа – это компании-дискаунтеры. Они экономят на всем. Пилоты летают сверхнормативно. Но, к сожалению, Саратовские авиалинии перешагнули просто сами себя. То есть у них был такой перелет, такая нагрузка на персонал, что, собственно говоря, и могло привести к этой ситуации. По 6, по 6, 4-6 рейсов в день. Да, то есть там челночные рейсы были. Киров, Москва, Москва, Ульяновск, там еще куда-то, еще куда-то. Тяжело прогревали. Пензо, по-моему, угрозное, что-то еще. Хорошо, мы ждем тогда заседание Законодательного собрания в конце апреля. Посмотрим, может быть, депутаты. На комитете по промышленности это у нас будет. Минфранс более активно прокомментирует историю. Есть у нас еще 2 минуты. Я думаю, что про визит московских архитекторов мы, наверное, уже не успеем. Это хорошо. Я кратко ответил. Да, это хорошо, потому что всегда хорошо посмотреть на город со стороны. И хорошо, что область занялась подготовкой к юбилею. Это здорово. Отлично. Ну вот есть еще тема сохранения исторического наследия. Мы говорили уже в нашем эфире об этом. Самарская история, Том Сойерфест так называемый. Люди, активисты, общественники объединяются, чтобы спасать старые, старинные исторические дома, здания деревянные. И вот в Кирове есть идея провести нечто подобное. Том Сойерфест займется этим историко-кровический клуб «Мир», как сообщают наши коллеги портал «Свой Кировский». Ну, я, например, в этой истории вижу только позитивную сторону. Насколько я понимаю, у тебя есть мысли какие-то немножко иначе окрашенные. Я давно занимаюсь темой охраны культурного наследия. И, честно говоря, вот мы начали сами с темы пожарной безопасности. В домах, откровенно бедовых, аварийных, 19-го, начала 20-го века, когда не являются объектами культуры наследия, проживают люди. От того, что мы их покрасим белой краской, к сожалению, состояние этих домов не изменится. Их невозможно довести за свои нормативы. Поэтому надо, вот мое мнение, надо четко разделять. Есть объекты наследия в реестре. Их однозначно сохраняем. И я сейчас готовлю поправки в законодательство о капремонте, для того, чтобы их можно было в рамках программы капремонта, работы по реставрации проводить. А там сложности, потому что работы дорогие, требует много согласования и прочего. Да, да, да. Механизм есть, с коллегами из других регионов общался, и я думаю, в мае я внесу этот проект закона. Дополнительные виды работы. Второе – это дома, выявленные объекты культурного наследия. Они вот то ли выявлены, то есть то ли объекты, то ли нет. Там необходимо исследовать, многие из этих объектов реально нуждаются в сохранении. Некоторые из них из реестра могут быть исключены. А вот дома, которые не включены в реестр, ну, их можно, конечно, поддерживать за счет общественных нормальных обстоятельств. Роман, но это ведь не только деревянные бараки, вот правда. Если пречь шла только о деревянных бараков, вопросов бы не возникло. Именно поэтому я и говорю, что к каждому объекту надо относиться индивидуально. Вот дом, который в качестве примера, уважаемые организаторы Томсерфеста, привели на улице Пятницкой, вросший в землю, значит, на полкорпуса. Я мимо него постоянно хожу, кафе мне там рядом нравится. И в нем же люди живут вечером, там телевизоры горят, прочее. От того, что мы его покрасим, ничего не изменится. Вот и люди живут 21 век, они живут в условиях 19 века. Вот мне кажется, по таким домам надо решать. Ценность человеческой жизни, которую они проживают в этих домах, и ценность самого объекта. Я сторонник осторожного подхода, но вот тема такая непростая. Боюсь, но времени не хватит сегодня на то, чтобы ее добить. Но мы, конечно, по Томсерфесту еще сделаем отдельно. Тема хорошая, тем более на родине Сэмюля Клемминса, собственно говоря, Марка Твена, Томсерфест проводится, там красят забор, который непосредственно прилегает к домику, где прообраз Томсерфеста и сам писатель родился. Интересная вещь там. Правда, забор, говорят, не такой совершенно, как был изначально. Но, тем не менее, полстраны собирается и... С большим удовольствием украсть, потом, наверное, и яблоки едят. Вице-спикер законодательного собрания Роман Тертов, сопредседатель регионального штаба ОНФ, он же был в нашем эфире. Я с вами прощаюсь, говорю Роману, спасибо, до свидания.